Теремок ТВ Научу вас путешествовать Северное сияние Бода, привет! Что ты делаешь? Привет, дети! Сейчас я научу вас смотреть на северное сияние Только найду его Бода, но здесь северного сияния не увидеть Почему? Потому что мы в Турции в разгар лета и на дворе раннее утро А что вы предлагаете? Смотреть северное сияние на севере зимой ночью? Да, северное сияние чаще всего можно увидеть в районе полюсов земли С октября по март По вечерам А я что вам говорю? Надо идти на север! Как раз к зиме и дойдем Вот, дети! Деревня Кильпись-Ярви Зима! Есть полярный круг? Есть! Что нам еще нужно, чтобы увидеть северное сияние? Северное сияние можно увидеть только на ясном небе В период с октября по март А микроскопы воздушный шар для этого не нужны Деревня есть? Небо ясное есть? Отправляемся на поиск Да я здесь грибы скорее найду, чем сияние Что за шум посреди ночи? Тсс, эти звуки издают северное сияние Вода, посмотри на небо Аааа! Караул! Пожар на небе! Он нам все северное сияние сожжет! Бода, Бода, Бода! Бода, это не пожар, это... Ладно, ладно, уж и пошутить нельзя Сам знаю, это звездная пыль Сейчас я ее пропылесошу Нет, Бода, это северное сияние Эй, мечток! Пыль надо пылесосить, а не меня! Ай! О! Бода, это и есть северное сияние? Это северное сияние? Отчего? Красиво! Так, дети, быстро все смотрим на северное сияние Эй, вы чего? Включите обратно! Бода, не расстраивайся Северное сияние – редкое явление Люди едут через полмира И подолгу ждут, чтобы на него посмотреть А еще его можно увидеть из космоса Так что же вы сразу не сказали? А то кельписьяр 33, кельписьяра на кельписьяре кельписьяровались Ого! Смотрите, на Земле случился взрыв на фломастерном заводе Видите, краска в воздухе? Нет, Бода, так выглядит полярное сияние из космоса Оно возникает благодаря столкновению заряженных частиц Испускаемых Солнцем с верхними слоями земной атмосферы Да шучу я! Конечно же, это столкновение слоев С земным солнцем атмосферы и испускаемых Солнцем с верхними слоями заряженных частиц коры Пустыня Сахара Привет, дети! Привет, Бода! Сегодня я научу вас сделать куличики Хе-хе-хе-хе-хе Ой, морфики весь песок истратили Дети, вспоминайте, где взять песок? Больше всего песка в пустыне Сахара Вот и пойдем в эту вашу Сахару Бода, но в пустыне опасно Хе-хе-хе, дети, что я вам говорил? Вот песок, а вы опасно, опасно Вот и вот так Ой, ну и жара Надо искупаться на дорожку Бода, где ты будешь купаться в пустыне? Песок – это пляж Пляж – это море Морфики, за мной! Какой большой пляж Сахара огромная Она размером с большую страну Почти как Соединенные Штаты Америки И еще в ней легко заблудиться Хе-хе-хе-хе Ой, вот насмешили Это вам не лис Думаете, я в трех холмах заблужусь? Песчаные холмы в пустынях Называются дюны и барханы А вот и море шумит За той бархандюлиной Бода, это поющие пески На речке, на речке На ту бережучке Эй, пески поющие Чего вы не подпеваете? Пески не поют песен Просто иногда, скатываясь по склонам дюн Песчинки электризуются И издают разные звуки Это явление называется Поющие пески О, а вот и море Эх-хе Бода, там нет моря Это мираж Такое природное явление Когда в воздухе появляются изображения Разных предметов Все Накупался я в вашем мираже Домой пора Эй, кто взял мой чемодан? И где выход из этой Сахаропустыни? В пустыне легко потеряться Потому что все одинаково И нет никаких ориентиров Сейчас будет вам ориентир Спросим дорогу у прохожих В пустыне прохожих долго можно ждать Здесь что? Никто не живет? В Сахаре живет два миллиона человек Есть оазисы с водой и растениями Деревни и даже небольшие города Но есть совсем необитаемые территории По ним почти никто не ходит Эх, так и быть! Научу вас выблуждаться из Сахары Итак, дети, вспоминаем Как найти дорогу в пустыне? Можно ориентироваться по солнцу и своей тени Как же падала тень, когда вы только пришли? Я помню, тень падала назад Солнце еще не сильно сместилось Значит, теперь нужно идти так Чтобы тень падала вперед Хе-хе, то-то же Теперь будете знать Как по морфикам дорогу искать Что ж, пора научить вас сделать куличики Ой, песок сухой А нужен влажный Дети, где у нас на земле вода водится? Мехелин Так, дети, вот мы и в Бельгии Ну и где этот ваш писающий мальчик? Бода, писающий мальчик в Брюсселе А ты приехал в Мехелин Отсюда мальчика не увидишь Раз не увидишь, попробуем услышишь Ого-го-го-го-го-го Хе-хе, какой громкий мальчик Хе-хе, теперь понятно, почему он так знаменит Нет, Бода, это не писающий мальчик Это корильон Какой еще круассан? Корильоном называют колокольный перезвон И инструмент с множеством колоколов А Мехелин Столица корильонной музыки Как интересно Ну все, поехали в Брюссель На мальчика-фонтанчика смотреть Нет, мы хотим еще послушать корильон Ой, корильон перезвон мне в бороду Вот, слушайте Бода, нужно не так Колокольный звон издает не колокольчики А большие колокола на башне Оу И что мне? На башню теперь лезть? За колокола дергать? Бода, внутри есть лестница Эх, опять пешком топать Триста пятнадцать Триста шестнадцать Триста семнадцать Даль без Безобразие Колокола повесили, не достанешь А ведь я предупреждал, что иду на башню учить детей перезвону Морфы вперед То есть вверх Ай, сигнализация сработала Бежи Бода, это корильон Он может играть в автоматическом режиме Вот, смотри Это специальный барабан с усиками Который запускает перезвон Хе, усики он отрастил Борода у слов не боится Сейчас настучу вам на этом барабане собачий вальс А играть надо на клавиатуре Видишь, она состоит из рычагов и педалей С ними связаны колокола Ударяешь по рычагу и проволока дергает молоток на колоколе В башне собора святого Рамуальда два корильона По сорок девять колоколов в каждом Ладно, уговорили Сыграю вам на корильоне Прекратите это ваше того-этого Я вот тут свачачий вальс играю А вы мне что включаете? Для того, чтобы играть на корильоне Нужно поучиться в школе корильона Она тут, неподалеку, в Мехелине Так, нам бутерброд, круассан и какао Бода, это не меню, это ноты Что мне вас еще и музыке учить надо? Стоп! Ну сколько можно говорить? Спину прямее Ноги свободнее Я уже сам научился, а ты все ее не понимаешь Вот, дети, это корильон Его можно увидеть в Мехелине А вот это, рисующий мальчик Его можно услышать в Брюсселе И, пожалуйста, больше никогда их не путайте Великая китайская стена Бода, привет! Куда мы сегодня поедем? Привет, дети! Никуда не поедем Я решил построить свою достопримечательность Чтобы все к нам ездили Ух ты! Великую китайскую стену! Бода, но Великая китайская стена У меня уже есть Китай Смотри! Хе-хе-хе-хе Это! Ха-хе-хе-хе Это Великая стена! Ха-хе-хе-хе-хе Да, Бода Она самая Огромная крепостная стена Которую китайцы построили В древности Чтобы защитить страну от врагов Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе Подделка Нет, она старше Нет, я старше Нет, она Хе-хе Еще мой дедушка О Великой китайской стене подумывал Бода, китайской стене больше двух тысяч лет Когда начинали строить Великую стену Не только твой дедушка не родился А даже Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра Дедушка не родился Хе-хе Это что ли не дедушки мои стену придумали? А стена дедушек? Тогда у нее должна быть борода Вот теперь ваша стена старше Зато моя будет больше Целых семнадцать метров Бода, но длина Великой стены девять тысяч километров А со всеми ответвлениями двадцать одна тысяча километров Это самое длинное строение на Земле Хе, фантазеры Поеду сам измерю Один Восемь Тридцать семь Четырнадцать Бода, чтобы пройти китайскую стену нужно минимум полгода А велосипед я зачем взял, по-вашему? А на велосипеде минимум полтора месяца Хе-хе-хе Да за полтора месяца я две такие стены построю Бода, один человек не может построить такую длинную и толстую стену даже за всю жизнь А мне морфики помогут Великую стену строили сотни лет За все время в строительстве приняли участие много миллионов человек Так, дети, хватит меня уговаривать Ясно же, что мы с вами Великую Китайскую стену не построим Да и зачем? Вот же она Огромная, великая И приезжают на нее посмотреть десятки миллионов посетителей Вот Да, Бода Сегодня и на века Открывается величайшая достопримечательность Египетские пирамиды Вот так-то Египетских пирамид уж точно нигде в мире нет Бода, египетские пирамиды уже есть Тихо, не шумите, а то всех туристов мне распугаете Ух ты, Париж О, вот так давай Привет, Бода Борода А что ты делаешь? Привет, дети Фотографируюсь Я мамулечки Смотрите и учитесь, как делать фотографии из Парижа Ты что снимаешь? Меня снимать нужно, а не антенну какую-то Это не антенна, а Эйфелева башня Ее построил инженер Гюстав Эйфель Для Парижской всемирной выставки 1889 года Через 20 лет башни должны были снести Но посмотреть на нее приезжало столько людей Что ее решили оставить Все приезжали, а я нет Немедленно идем к башне фотографироваться Ну и громадина Даже в фотоаппарат не вылезай В башне 324 метра А весит она 10 тысяч тонн Но для ее размеров это очень мало Бода, не надо пилить башню Лучше отойти немного Так-то лучше Что такое? Посмотреть на Эйфелеву башню проезжает 7 миллионов туристов в год Это в 3,5 раза больше, чем живет людей во всем Париже А ну все разойдитесь Я для мамочки фотографируюсь Давай Вот так И вот так И теперь вот так И вот так вот так И еще вот так Опасно это дело в Париже фотографироваться Учитесь, пока я живу А еще можно фотографироваться на самой башне Бонжур Бонжур Пардон, мама По 1930-й год Эйфелева башня была самым высоким сооружением на Земле Раз вы такие умные Вот вам задачка Все эти строения были когда-то самыми высокими в мире Ну-ка расставьте их по порядку Раньше всех появилась пирамида Хеопса Потом Кельмский собор в Германии Затем монумент Джорджу Вайшингтона Эйфелева башня А небоскроп в Дубае построили совсем недавно Он в два с половиной раза выше Эйфелевой башни Все, дети Теперь вы знаете, как фотографироваться Самыми высокими строениями мира А я иду фотографии мамулечки отправлять Пока, Бода Ар-авуар, дети Это же от Бодочки моего О, Эйфелева башня Нотр-дам Какие чудесные фотографии Будто сама в Париже побывала И теперь вот так И вот так, вот так И еще вот так, вот так, вот так И еще вот так, и вот так И вот так Редактор субтитров А.Семкин